В 100 километрах к юго-западу от Москвы, в Калужской области, находится город Боровск. Своё название он получил в честь Дубового Бора, в котором древние славяне возносили молитвы своим богам. В это место наша съёмочная группа поехала по приглашению волхва Тремира и его супруги Надежды. Дорогие друзья, если вы отправляетесь на экскурсию в Боровск, обязательно посетите по дороге Пафнутий в Боровский мужской монастырь. Это очень красивое место. Монастырь основан преподобным Пафнутием Боровским в 1444 году на возвышенности при впадении реки из тюрьмы в Протву. На месте первой деревянной рождественской церкви в 1467 году был построен белокаменный рождественский собор, который, к сожалению, не сохранился. Через 117 лет в 1586 году собор был почти полностью разобран и на его месте по воле царя Фёдора Иоанновича поставлен новый, пятиглавый. В кладке его фундамента использовались блоки с росписью XV века. В 16-17 веках монастырь был окружен каменными стенами, башнями и укреплениями. Обитель превратилась в сильную пограничную крепость. В это же время была построена и каменная трапезная с храмом во имя Рождества Христова, а также возведена звонница, которую затем заменили колокольней. Благодаря стараниям Марии Мироновны, жены боярина Репнина Бориса Александровича и их сына, князя Ивана Борисовича, в монастыре соорудили предел во имя пророка Илия. В годы реформ патриарха Никона монастырь стал оплотом старообрядцев. Некоторые его руководители, включая и епископа Павла и боровского протопопа Палиефта, выступили против церковных реформ, приняли сторону ревнителей древнего благочестия и были казнены. Тема раскола до сих пор остается риторической в кругах альтернативных историков и культурологов. Дело в том, что по официальной версии раскольники – это те христиане, которые не приняли новые церковные обряды и традиции, такие как троеперстия. А вот смелые мыслители допускают, что по одной гипотезе раскольники – это староверы или люди дохристианского вероисповедания, а вот по другой гипотезе – они последователи Христа гностического толка. Рождение Христа, которого называют Христом, мы его называем несколько иначе. Было записано в книге Велоса и в индийских пуранах за полторы тысячи лет до его рождения. Было сказано, в земле Сарацинской на горе будет рожден Син Солнце. И пришли встречать его славянские волхвы, двое мужчин и женщина. И по возвращении сюда они носили списки, написаны были иконы, и носили списки по монастырям. И эти иконы, образа существуют, и в них написано, куда эти иконы они приносили. И каждый настоятель монастыря, куда приносилась эта икона, свидетельство рождения Сына Творца, подписывал на этой иконе. Эти иконы существуют до сих пор. По мнению волхва Тремира, староверы придерживались одного из главных тезисов Христа, что люди – это дети Божьи, а не рабы. Но такая трактовка в обрядах и службах реформированной церкви была неприемлема. Пришла новая царская власть, они боялись людей незакрепощенных, тех, кто мог говорить правду. Поэтому и была приведена реформа, что все являются чисто рабами, всех остальных нужно убрать. В Пафнутиево-Боровском монастыре некоторое время находился в заточении руководитель староверов – протопоп Аввакум. А в 1670-х годах в стенах монастыря, а позже и Боровского городского острога, содержались под стражей и были уморены голодом бояриня Морозова и ее сестра княгиня Урусова. На то время от Москвы Боровск находился по тем временам достаточно далеко. Поэтому сюда ссылали тех людей, которые говорили, что власть мы признаем, но рабами становиться не хотим. В 1923 году все имущество обители отошло к главмузею, но вскоре в нем разместили исправительную колонию, а потом сельскохозяйственную технику. Монастырь был передан православной церкви и вновь открыт в марте 1991 года. В Рождественском соборе хранятся мощи основателя обители преподобного Пафнутия-Боровского. Сейчас монастырь известен своим святым старцем, схемонахом Власием. К нему едут за советом со всей России. Говорят, что он видит каждого человека насквозь. На территории монастыря можно приобрести монастырский мед, иконы, книги, а за территорией сувениры, поделки, а также послушать древнеславянскую музыку и даже научиться играть на старинных музыкальных инструментах. Это фенугорский символ, богатство и достатка лося, на нем славянские названия. Дождик, поле, солнышко, все растет, родится на земле. Рядом с Пафнутиево-Боровским монастырем есть еще одно красивое место. Это храм Николая Чудотворца и его окрестности в селе Русинова. Стоит Никольская церковь на высоком холме у реки Протва, а под горой бьют 20 источников. Здесь уже построили две часовни с купелями, одна каменная, другая деревянная. Вода в источниках обогащена магнием, и говорят, что обладает целебными свойствами от разных болезней. Кроме того, при храме действует монастырская трапезная с небольшим кафе на самом краю холма, из которого открываются потрясающие виды на окрестности. Немного дальше расположена еще одна смотровая площадка. Возле храма есть птичник с породистыми курами, голубями и большим вороном, которого зовут Герцог. Территория храмового комплекса очень красивая. Ухоженные дорожки, аллеи, прудики. От Русинова до Боровска всего 10 минут езды на автомобиле. Сам городок маленький, уютный, провинциальный, в котором проживает чуть более 10 тысяч граждан. Некоторые улицы вообще напоминают деревенскую эстетику. Я нахожусь в городе Боровск. За моей спиной музей-квартира Константина Эдуардовича Циолковского. Константин Циолковский – великий русский ученый. Он – основоположник русского ракетостроения и полета в космос. Еще давным-давно, в прошлом веке, в начале 20 века, Циолковский уже писал о космических путешествиях, об орбитальных станциях, о полетах на Луну, о путешествии по Луне. Экспозиция музея-квартиры расположена на двух этажах старинного дома, где некоторое время проживал Константин Эдуардович. Посетители узнают о детстве и юности будущего ученого, познакомятся с его семьей, друзьями и единомышленниками. В музее много интересных экспонатов, связанных с бытом, хобби, преподавательской деятельностью и научными изысканиями основоположника теоретической космонавтики. На первом этаже туристы смогут приобрести сувенирную продукцию и книги. Помимо музея, в Боровске есть памятник Константину Циолковскому, где ученый представлен в виде романтика и мечтателя. Действительно, Циолковский очень интересен. Во-первых, Циолковский самоучка. Он всего практически достиг сам. У него много и философских, и эзотерических трудов. Когда Циолковский утверждал, что все-таки мы должны стать новой высшей расой и уже, соответственно, распространиться по всем другим планетам. Само по себе его творчество очень интересно, поучительно, познавательно и мотивирует нас развиваться. Поэтому Циолковский был действительно поистине гением, великим человеком. Одной из уникальных достопримечательностей Боровска является храм Покрова Пресвятой Богородицы, куда мы и отправились дальше. Уникальность этого памятника русского зодчества в том, что он возведен из сосновых бревен без единого гвоздя и раньше, чем знаменитые Кижи. Дата его основания принято считать 1621 год. Но вот что интересно. Специалисты полагают, что такие храмы в нашем климате без реставрации не сохраняются более 200 лет. Но он простоял без малого 4 века. А реставрационные работы были проведены в 2007-2008 годах. С XV по XVIII век на месте, где сейчас стоит деревянный храм, находился Высокопокровский Боровский монастырь, в котором в 1414 году принял монашеский постриг преподобный Пафнутий. Недалеко от храма расположено чайное, где можно испить не только несколько видов чая, приготовленных по старинным рецептам, но и отведать блюда из настоящей русской печи. И все это по демократичным ценам. Чуть ниже, по рельефу, прямо на берегу Протвы, находится купель, которая выстроена на святом источнике Покрова Божьей Матери. Отчаянно к ней ведет красивая лестница, выложенная из кусочков мрамора. Там путешественники могут набрать святой воды, искупаться или просто отдохнуть на лавочке. Здесь есть родник, здесь есть купель. Всегда на Руси родники считались святыми местами. И лечебными. И лечебными. Потому что отсюда выходит вода живая. Если мы говорим вода в кране, она как стекло колотая. Мертвая или вообще никакая? Она колотая, разбитая. А здесь она живая. Она прошла через все, и она выходит. Это ее время выйти на свет Божий. Поэтому она несет в себе достаточно много сил. Но человек должен быть способен воспринять эти силы. Для этой способности нужно отказаться от ненависти, от зависти, от гнева. От всего того, что раздражает. Потому что это воздействие внешнее или внутреннее тех сил, которые пытаются нарушить равновесие. Прочитав молитву, я окунулся в купель, испил воды из святого источника и зарядился энергией для новых путешествий. К сожалению, за один день мы не успели осмотреть все достопримечательности Боровска. Но это является лишь поводом посетить его снова. Добро пожаловать в Боровск! Путешествуйте, друзья! Боровск! 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 Субтитры подогнал «Симон»